МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И еще день босса, или шефа, руководителя, одним словом. Кстати, этот праздник пришел к нам из Америки. Его придумала одна сотрудница предприятия. В общем, руководила этим предприятием ее папа. И она подумала, а что такая дата красивая пропадает? Почему бы не сделать папе подарок? 16 октября, день рождения моего отца, пусть будет днем шефа. Чтобы два раза не вставать, как говорится. И за шефа, и за папу. Вот. Ну, а вообще мне нравится поговорка, крылатая фраза, пословица, можно даже так сказать, которая связана с темой нашего сегодняшнего эфира. Ну, день босса, американский праздник, но мне-то нравится больше вот что. Где родился, на то изгодился. Мы не будем праздновать американский праздник. Не потому что мы не любим Америку. Ну, у нас полно своих праздников. О которых мы расскажем позже. Поэтому Америке скажем сегодня Гудбай, Америка. Ну, вот тема эфира озвучена. Да. И на нашей страничке в группе ВКонтакте, тот еще вечером, мы сегодня как раз предложили не отмечать этот праздник, День босса, День шефа, а поучаствовать в опросе. Ты представляешь, как сейчас боссы и шефы на нас с тобой обиделись? На тему. Вот как вы думаете, кто совмещает в себе и шефа, и вот какого-то руководителя какого-то предприятия? Профессионал высочайшего класса. Это да. А вот в связи с вкусненьким эфиром сегодня у нас. Ну, конечно. Ну, мы же сказали, что сегодня день хлеба. Хлеб это и хлеб всему голова. А голова это шеф, это босс. Шеф-повар. Итак, наш вопрос в группе ВКонтакте звучит сегодня так. Зависит ли успех ресторана от шеф-повара? И варианты ответа. Да, даже если интерьер оставляет желать лучшего, кухня это самое главное. Это, кстати, лидер сегодняшнего голосования 72% опрошенных нами Амичей ответили именно так. Второй вариант. Нет, все в руках управляющего или ресторатора. То есть от него зависит и успех ресторана, и прибыль. В общем, как он там все организует. Мне этот ответ тоже нравится. Третий вариант. Нет, кулинарным миром правят только критики и отзывы. Кстати, так никто не проголосовал, видимо, звездами Мишлена для Амичей. Где этот, Наташенька, Мишлен? Мишлен, и где мой любимый город Омск? Это же... И четвертый вариант ответа. Да, но при условии известного имени шеф-повара. То есть если, допустим, анонсируют, что какой-нибудь крутой шеф-повар, не знаю, из Испании, приезжает, может быть, и пойдут люди в этот ресторан. Просто посмотреть ему в глаза. Ну, можно воспользоваться телефоном, а не интернетом, и ответить там тоже на несложный вопрос. Нас это действительно очень интересует. А голосование такое. Хлеб полезен? И три варианта ответа. Да. Да, но по старинным рецептам нет, от него толстеют. Ну и около каждого ответа стоит номер бесплатного телефона. Дайте позвоните и ответьте. Между прочим, для тех, я этих людей просто обожаю. Вот обожаю я, которые ни в интернете не голосуют, ни в нашей группе ВКонтакте, нигде, нигде. А просто звонят к нам в студию. Да, вот живое общение, оно же намного лучше и приятнее. Телефон в студии 695-644. Позвоните по этому телефону. И тогда, когда появится наш гость, а он появится очень-очень уже быстро, скоро, расскажите о вашем любимом блюде. Из теста. Из теста. Пирожки и хули. Хлеб сегодня, да, хлеб это тоже продукт из теста, да. Ну да. Поэтому мы вот свой праздник отметим. Итак, друзья мои, голосуйте в нашей группе ВКонтакте, голосуйте на нашем сайте, звоните по телефону, вот по этому трехканальному этому телефону, там цифра только в один номер отличается, и звоните по телефону 695-644, когда появится наш гость. И расскажите, а как вы, естественно, что делаете, лепите? Между прочим, наш гость оценит ваши кулинарные пристрастия, эти все рецепты. И подарит ужин в одном из омских ресторанов. А вот в каком ресторане, наверное, да не наверное, вы узнаете через несколько мгновений, так как через именно эти несколько мгновений в наши гости и появится тот человек, которого мы ждем. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» ресторатор Игорь Белоглазов. Кулинарией увлекается с детства. Вместе с бабушкой пек пироги, торты и печенье. После 9 класса получил образование по специальности технолог общественного питания. Работал в Омске, после в Сургуте и Нью-Йорке, где с нуля открыл ресторан на Манхэттене, в котором приводил в гастрономический восторг именитых клиентов. Игорь считает, что хорошо знает вкусовые пристрастия мячей. Поэтому в свое время и вернулся в родной город. В составе команды омских поваров получил бронзу на Международном кубке кулинаров в Москве. Выступал за сборную России на чемпионате мира «Мальта Кулинар-2011». В 2016 году в Омске стал соучредителем ресторана «Место протеста», а в 2017-м открыл рестораны «Каштан энд лось», «Не борщи», «Хаус миссис Клаус». Вот, мы ничего не напутали, мы все рассказали. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Напутали чуть-чуть. Так. Неборщи мы не открыли, а мы открыли терки. Терки. Урбан стайл, да. Ну терки, это же не борщи, так что все. Ну какой борщ без терки? Ну вот, сегодня нашла такую новостюшку, что россияне стали чаще посещать кафе и рестораны. За последние 4 года все больше людей обедают и ужинают в ресторанах. По статистике, только с начала этого года любителей поесть вне дома стало больше на 12%. Вот к камичам эта статистика относится? Чаще стали посещать? Или вы не видите такую? Честно, нет. Честно, нет. К камичам это не относится. Конечно, хотелось бы, чтобы почаще посещали и как завтраки, и обеды, и ужины. Но на данный момент... А что нас, а мечей, останавливает? Все как-то привыкли дома готовить, скорее всего. Очень маленький процент в Омске, которые посещают либо завтрак, либо обед. Обед, да, в основном это кто на работе, там бизнес-ланчи. А вот так, чтобы завтрак, обед, ужин, это нет. Это, наверное, те, кто не любит контейнеры мыть, которые на работу от собой приносят. Да, да, да. А вы работали в Нью-Йорке, да, на Манхэттене. Она хотела жить на Манхэттене, из Деми Мурги, литься секретами. Вас посещали звезды, да, вот ваш ресторан. Что заставило вернуться? Потому что сейчас мы вот активно обсуждаем тему, там, там, танец, покинь, Омск и так далее. Давайте в начале спросим, что заставило поехать. Ну давайте, начнем тогда издалека. Потому что выпускник специализированного среднего учебного заведения, технолог, вдруг выезжает на самое дорогое место мира, Манхэттен, и с нуля открывает ресторан. Зин, откуда деньги? Ну, я открывал как шеф-повар, а не как соучредительный. Да, и для меня это такая авантюрка была. И я хотел попробовать свои силы. И когда я полетел, я не знаю языка, не знал, встретят меня или нет. В России договорился. Вроде как, все, меня будут встречать, ресторан открывать на Манхэттене для меня, это о-о-о, ничего себе, какой опыт, и все, рванул, лечу, уже подлетаю к Нью-Йорке, думаю... Зачем я подлетаю? Как развернуть с мамой, простите, а где здесь кнопка возвращения? Не знаю языка, а если не встретят, что делать, там, как объяснять, на пальцах, там еще что-то. Ну, все удачно, прилетели, открыли ресторан двухэтажный на Манхэттене, в центре Манхэттена. Да, приходили там и, ну, не звезды Голливуда, но были продюсеры из Голливуда, там рэперы местного. Да в Манхэттене на кого не плюнет, а продюсер минимум Голливуда. Там была русская кухня, то есть вы... Нет, 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 там была европейская кухня с... Ну, Наташа, ну они кроме гамбургеров ничего не едят. Ну, может быть, не знали, или нет, как хотелось рэперу. Вот так вот, листочки, там еще чего-то, вот гамбургер. Ну, это неправда. Это же наша рус... Игорь, это же наша русская кухня, она как раздорья, как Волгомать, как Седой Иртыш, как Великая Опь, как Морелаптевы, в конце концов. Я понимаю, почему вы вернулись на эти родные просторы. Потребовала душа. А ну, что такое Манхэттен, городок нефтяников? Так, давайте не будем отвечать за Игоря. Давай. Давай. Насчет русской кухни, да, это правда, там есть тоже в центре Манхэттен ресторан русская кухня, и места там никогда нет. Американцы любят и борщ, и пельмешки, и варенички поесть, и все в этом духе. Мы открывали европейский ресторан. Почему я уехал? Ну, потому что у меня была туристическая виза. Я был по белой карте, там выдается, на полгода, я имел право полгода. Потом я уезжал в Россию на недельку, опять вернулся, потом опять в Россию приехал. И когда третий раз уже прилетел, меня спросили в аэропорту, ты что здесь делаешь? Ну, я понимаю, что я не имел права говорить, работаю, потому что меня бы сразу депортировали. Я говорю, отдыхаю? Откуда у тебя деньги? Я говорю, у родителей беру, отдыхаю, гуляю. А почему ты, говорит, здесь уже год отдыхаешь? У меня состоятельные родители. Да, я говорю, да мне понравилось, а ну Нью-Йорк, классно там все. Они начинают в интернете искать информацию про меня, а я как-то там полгода там или там 3-4 месяца назад давал интервью Нью-Йорк Таймс. Там сибирский парень приехал покорять там Америку, там все, и написали интервью. И они мне показывают, а это что такое? Ну, я говорю, я приехал к друзьям в ресторан, я повар. Они попросили приготовить пару блюд. Да, попросили помочь там с меню. Посоветовали что-то, переговорили. И он говорит, я тебе не верю. Позвал полицейского, мне зачитали мои права. Там было 3-4 часа, но я не согласился. Я говорю, нет, я не работал, я отдыхал. Они говорят, давай багаж свой. Я приношу багаж, они открывают. Я прилетал, это получается, летом, а у меня зимняя одежда. Ну, я думал уже переезжать постепенно. Говорит, почему у тебя зимняя одежда? Я говорю, я из Сибири, не знаю. У меня нет другой одежды. У меня только шуба. Да, я из Сибири, я не знаю, какая погода, как будет. У нас в Сибири может быть и летом снег выпасть. Он говорит, я тебе не верю, мы тебя там посадим. У тебя в интернете есть, загугли, обратись к первоисточнику, посмотри, что такое Сибирь. Да, да, ну, три часа и все. Он говорит, я не знаю, я тебе поставлю вот неделю белую карту, за неделю должен покинуть. Ну, я обратился к адвокату, у меня там был адвокат. Он говорит, да, лучше уехать, потому что либо ты оставайся уже нелегалом и живи здесь, но ты уже не выездной будешь. Либо ты сейчас можешь уехать и через полгода, в принципе, получишь визу продлять тебе все. Так вы сказали, гудбай, Америка. Да, и я уехал. Игорь, у нас есть первый звонок, телефон студии 695-644. Здравствуйте, представляйтесь и делитесь в присутствии известного шеф-повара, ресторатора, о своих пристрастиях к мучному. Что любите, готовите? Итак, здравствуйте. Вы ко мне? Да, вы в прямом эфире. Представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Альбина Николаевна, я из поселка Иртыш, недавно здесь живу, от Кавказа. У меня вот такое, я казачка, у меня вот такое блюдо семейное. Это называется пампушки с чесноком. Как их готовить, Альбина Николаевна? Вот, их так готовим, обыкновенное дрожжевое тесто, вот, видите, ну, тесто раскатывается, печется на сковороде, без масла, без ничего, мелко режется, там 3 на 2 квадратики такие, потом обливается все это рассолом соленым и, ну, на труслячке, потом откидывается и толчется чеснок и растительное масло. Это один способ, а сладкое, это с арбузным медом делается, арбузный мед, обливаются те же пампушки, но присыпается еще маком. Спасибо большое за рецепт. Альбина Николаевна, мы вас внесли в шорт-лист. В наш список, да. А, если... Оригинальное блюдо. А вот, кстати, по части оригинальных блюд, больше, как-то вот американцы любят что-то вот удивительное, изысканное? Или вот у мечи, вот, россияне, вот чем удивлять будете? Ну, если сравнивать, конечно, Омск и Америку, там, Нью-Йорк, да, конечно, Нью-Йорк. В Омске как-то привыкли больше к классике. А вот, а десторация места протеста? А в меню что? Ну, понятно, что тесто. Говорят, просто там какая-то мука была из крапивы или что-то такое. И которая не пошла. В каштанный лось. А, в каштанный лось. Да, мы пасту делали, мы сами муку делали из крапивы, мелкие побеги крапивы набирали, ездили в лес. Как бы дешево и сердито. Да, высушивали, делали муку, готовили пасту и делали пасту с гребешками. Я там место протеста еще хочу. Меню там какое? Место протеста это концепция все протеста. Пельмени, бургеры, даже борщ мы подаем с пельменями. Внутри место мяса пельмени. В каждом блюде должно какое-то тесто быть. И что пользуется у амичей популярностью? Пельмени? Пельмени. Все-таки мы консерваторы. Потому что сибирские пельмени это, мне кажется, наше такое блюдо. Ну, у нас они не классические пельмени. Очень много разных начинок. Базилик, курица, пармезан, начинка. Очень разные цвета пельмени. Причем это не красители натуральные. Мы используем красители. У нас около 13-14 видов пельменей. Ну, вот о том, какой кухни не хватает, каких ресторанов не хватает в Омске, мы с таким вопросом обратились к жителям. И вот что они нам ответили. Давайте посмотрим вопрос. Итальянская пицца, японские роллы, американские бургеры и китайский вог. Сегодня в Омске можно попробовать национальные блюда практически любой кухни. Но чего же еще не хватает амичам для удовлетворения всех гастрономических потребностей? Даже не знаю, везде какие-то вот эти вот фастфуды, фастфуды. Ну, наверное, что-то кавказское. Я бы хотела, наверное, кавказские блюда увидеть здесь. Я бы, наверное, итальянское попробовал, но думаю, что уже есть. Китайская кухня у нас есть, но что-нибудь турецкое, только вкусное по-настоящему. Я сам из Казахстана. Казахский, мне нравятся бешфармак и баурсаки. Это действительно вкусно, и я рекомендую попробовать. Придерживаюсь больше русской кухни, а все остальные это экзотические. Для нашего организма они как бы чреваты. Поэтому надо кушать то, к чему мы привыкли. Хотелось бы пасту попробовать такая, какая она должна быть. На пенсию пойду, буду путешествовать. Куда планируете съездить? Ну, в Европу. Будете знакомиться с их национальной кухонкой? Ну, естественно, потихонечку. Как бы не сразу, как нападают наши граждане за рубежом, когда едут. Все и сразу, а потихоньку, ну почему бы нет. Жареной картошки не хватает. Сала с горилкой, ну с водкой. Остальное все есть. Есть вьетнамская кухня, есть узбекская. Суши японская. Русских нет блюд. Вкусная девушка. А какие без разницы? Меня, Игорь, знаете, порадовал опрос. Вот потому что перед этим опросом мы сказали, что мы консерваторы. Но что может быть вкуснее? Картошки с салом. Картошки с салом. Ну, закончилась там программа какая-нибудь информационная половина одиннадцатого. Идет реклама. Ты метнулся на кухню, быстро. Картошки с салом. Да. Мне больше всего понравился этот текст. Где можно у вас поесть картошки с салом? В каком из ресторанов? В любом. Объясню почему. У нас есть такое блюдо, называется блюдо гостя. Вот гость захотел картошки с салом, ему пожарят картошку с салом. Он захотел яичницу там с турифелями, ему сделают яичницу с турифелями. Поэтому у нас в любом ресторане гость всегда, что захочет, все сделаем. А что-нибудь попадает, ну, ввиду удаленности нашего сибирского города от теплых стран в стоп-лист? И когда это может быть случается или никогда не случается? Не, ну, стараемся все привозить. И стараемся меню делать, чтобы не было никаких там... Скажите, а правда ли, что вот приходит в нашу необъятную страну огромный-огромный состав мяса? Ну, говядины, допустим, да? И вот рестораторы московские эти шмых-шмых-шмых-шмых-шмых подсуетились, потом Питер нищебродный подсуетился, потом Новосибирск, потом Томск. И пока вот до Омска-то дошло, а там уже, ну, как-то вот и выбирать-то приличному шеф-повару нечего. Ты думаешь, ну, как я вот из этих вот... Ты сделаю вот... Есть такая? Да, так и есть. Причем я разговаривал, не буду говорить, фирму. Не будем позорить, да. Мясной двор, да. Они не стесняясь это говорят. Вот Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск. А потом, что останется вам? Потому что это был ответ на вопрос, почему я постоянно заказываю определенный отруб, а вы мне не привозите его. Ну, потому что Москва, Питер уже забрал, на вас не осталось. А место протеста, это уже, по сути дела, сеть ресторанов? Да, в Омске уже три заведения места протеста, сейчас открывается... А каштан и лось? Каштан и лось один. Да, говорят, вкусно, невероятно. Каштан и лось... Многие спрашивают, почему каштан и лось? Ну, такое, да. Да, у всех вопрос, почему каштан и лось. Мне кажется, это вдруг и наша программа название. Нет, каштан это зеленое красивое дерево, лось это природа. Это зелень и мясо, и природа. Все, что природа нам дает, мы используем в нашем мире. А чем отличается хаус миссис Клаус? Хаус миссис Клаус, там всегда Новый год. И зимой, и летом всегда праздник, всегда Новый год. Подождите, подождите. Это место, куда нужно приходить с детьми. Да, это семейный ресторан, да, там домашняя кухня, все, что вот на Новый год мы готовим. Там своя сыроварня, там, да, мы варим свои... Свой сыр итальянский, такие как буррата, моцарелла. Все там, сами готовим. Игорь, давайте поиграем в игру с вами. Не то, что мы вот вас так вот проверим, а какой вы шеф-повар, какой вы ресторатор. Мы будем описывать блюда, его ингредиенты, как, когда, там, чего попассировали. А вы скажете, а как оно называется? Наташа, давай. Так, первое. Это блюдо готовится очень просто. Главный ингредиент – слабосоленая рыба. Ведь, несмотря на разнообразие мясных угощений, традиционная сибирская кухня – это, в первую очередь, рыбные блюда. Причем, благородная рыба. Все это не относится к осетровым лососевым... Сиговым. Да, сибиряки. И рыбы-то это не считали. Вот что это такое? Стерлядь? Нет. А, это блюдо. Название прям. Понятно, что основа рыбная. А вот что рыбная. Вот если это вот раньше, вот этих вот благородных рыб-то не считали, поэтому название современное. Вот лосось – это лосось, сёмга – это сёмга, белорыбица. А вот это вот... А вот это вот рыбная... Да. Рыбная. Вот она, вот она. У нас есть картинка-подсказка. Она красивая. Заливная. Рыбная чушь. Чушь, чушь. Рыбная чушь. Ну, можно сказать, что почти угадали. Еле удержался, не предложив похрюхать. Похрюхать. Это было вчера, Андрей. Теперь. Это блюдо пришло к нам из Украины. Но уже давно стало традиционным в России, приобрело интересные вкусовые оттенки. В Сибири традиционно это готовили с мясом гусика, мусик, где же гусик, маринованных вишней и грецким орехом. Жаркое? Нет. Нет. Это жиденькое. А если пожиже? Оно такое красненькое. Красненькое? Конечно. Правильно. Конечно, это борщ. Оказывается, в Сибири готовили вот с... Да из чего только его не готовили? Главное, чтобы много разновидностей. Свеколка была, да? Ну и третье блюдо, оно заменяло сибирикам и первое, и второе, и даже десерт. Об этом можно прочесть у Гилеровского в серии очерков «Москва и москвичи». Он описывает, как 10 богатейших сибирских златопромышленников устроили обед, состоявший исключительно из этого блюда, только с разными начинками. Сольники? Нет. Это сильно любят омичи. Это сильно любят омичи. И там тесто. Там прям вот тесто, да, есть. А что там внутри? Там может быть все что угодно внутри. Но не вареники. Но не вареники. Слойка, штрудель, что-нибудь. В вашем ресторане оно разных цветов, это блюдо. Даже так? Да. Золотопромышленники, яшма, изумруды, и цвет такой они делали себе. Разных цветов. У нас разных цветов пельмени. Правильно! Это пельмени. Никогда не думал, что это десерт. Ну, наверное, там что-то сладенькое было. Ну, если и да, если... Ну, я-то считаю, на десерт подать пельмени, это действительно... С горчицей. Да, с горчицей. Ну, что я там буду есть, как какие-то там вот взбитые сливки с вишней? Ну, господи, ну я мужчина в самом рассвете сил, я буду взбитые сливки. Подайте мне на десерт мне пельмени. 695-644, это телефон, вы еще успеваете назвать оригинальное блюдо из теста и выиграть ужин в одном из ресторанов Омска. Это может быть ресторан «Место протеста», это «Каштаны лось», это «Терки», «Хаус миссис Клаус». 695-644, успейте, времени не так много. А я сейчас пока предлагаю посмотреть сюжет о ресторанной истории нашего города. 24 сентября, 1898 год. Газета «Областные ведомости». Все комичи сразу привлекают заметка на первой полосе. В Омске открыли элитный ресторан «Европа». Настоящее событие для светской жизни сибирского городка. До Европы пообедать или поужинать можно было только в кабаке или трактире, и то, там скорее не ели, а закусывали. Благородным барышням в таких заведениях явно не место. Казенные кабаки в нашем городе появились почти сразу после основания крепости в 1755 году. Фирменное блюдо пятийных заведений, нетрудно догадаться, водка. Обыкновенную картину, которая не менялась несколько веков, описал Гоголь в «Мертвых душах». Чичиков пропускал за обедом чарку-другую Анисовой. Думать, как называть заведение премиум-класса, хозяину долго не пришлось. Первый омский ресторатор, предприниматель Георгий Зайцев – это еще и владелец первой омской вип-гостиницы, которая именовалась Европой. Хотя, по сути, всеми делами ресторана заведовала жена коммерсанта Серафима Зайцева. Гостиница, следовательно, и ресторан располагались на центральной улице Омска, на Дворцовой. Место жительства Европы спустя целый век не изменило, только улицу переименовали. Была Дворцовая, стала Ленина. Сегодня омичи вновь могут отобедать в ресторане «Европа». Кстати, в меню можно найти те же яства, что заказывали посетители ресторации сто лет назад. Блюдо готовили по знаменитой поваренной книге, которую заказала первая хозяйка ресторана из Санкт-Петербурга. Говорят, книга сохранилась, и шеф-повар в нее частенько заглядывает. Игорь, еще один вопрос. По вашему мнению, что сдерживает ресторанный бизнес в Омске? Ну не только же отсутствие денег у омичей, что немногие готовы пойти и потратить по большому счету. Ну это, я считаю, самое главное в Омске. У нас очень маленький процент, который посещает ресторан и могут себе позволить. И причем с каждым годом процент растет людей, которые готовят дома. Давайте поднимем телефонный звонок еще. Хорошо, чтобы человек успел. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваше блюдо? Алло. Ну вот, не дождался человек. Перезвоните, очень прошу. Перезвоните. Только быстро. Советую, только очень быстро. Вот. Но, а может, простите, я экономист очень плохой, а дистратор-то совсем не кудышный, я едок хороший, как вы понимаете. А может быть работать, что называется, с оборота? Вот подешевле сделать меню, ну и чтобы, ну качество, чтобы сохранялось. Сэкономить, может быть, на интерьере. Да, там, каком-то дорогом. Хотя, мне кажется, для мячей поход в ресторан это выход в свет. Да. Хочется, чтобы красиво было. И интерьер это очень главное. Причем я замечаю, вот в Америке, да, взять. Там, в принципе, рестораны вот покрасили краской все. Там смотрят самое главное на кухню. Вкусно, невкусно. Если вкусно, там всегда народ. Невкусно, нет народа. У нас, конечно, очень тоже такой большой процент смотрит на интерьер. Если это интерьер хороший, там, день рождения, там, мете, или вечером, там, выйти, там, с парнем. Или же супруга, или еще что-то. Ну, понятно, выгулить платье своего бойфреда. Игорь, спасибо вам большое. Спасибо большое. Покупница одна, Альбина Николаевна. Мы ее поздравляем. Всего вам самого доброго. До свидания. Наташа, пришло время подвести итоги нашего многочисленного голосования. Итак. Итак, начнем с нашей группы ВКонтакте. Тот еще ветер. Зависит ли успех ресторана от шеф-повара? Да. Даже если интерьер оставляет желать лучшего, кухня это самое главное. Вот это самый популярный ответ на сегодня. 75% респондентов ответили именно так. Ну, дальше не буду озвучивать, потому что, ну... В пределах погрешности? Да. А вот что кулинарным миром правят критики и отзывы, вообще 0%. Ну, правильно, да. Для Омска это не актуально. Да, не актуально. Зато меня интересует телефонное голосование. Хлеб полезен. 93% это основа питания. Да, но по старинным рецептам это 5%. Нет, от него полнеют, толстеют, только 2%. Мы с Сибиряки без хлеба, без краюхи хлеба, у себя даже вот в портфеле, идя на работу, чтобы перекусить... Ощущаем голод. Голод ощущаем. Как это я без хлеба? Как это? Как это? Как это? Как это? Правильно. Потому что нас бабушки так воспитывали. Ешь с хлебом. Хлеб всему голова. Да, это, мне кажется, уже корнями сидит в наших душах, в нашем менталитете. Ну, вот такие вот мы сибиряки. Да. Без хлеба никуда. Меня очень радует это голосование. Иными словами, хлеб всему голова, а на сибирской земле тем более голова всех голов. Вот так замечательно мы отметили этот праздник, день хлеба, каким бы он ни был. Ну, мне кажется, это повод для того, чтобы поговорить о самых простых вещах, но таких нужных и важных для нашей жизни. И соберитесь в ресторацию, сходите, поешьте пельмешек, рыбки какой-то. Или каких-то изысканных блюд, какой-то, может быть, кухни другой страны. Ну, для того, чтобы попробовать кухню разных стран, сейчас достаточно прогуляться по Любинскому проспекту. Там очень много разнообразной кухни, поверьте. И удовольствия, и развлечения. Да. Мы с вами прощаемся. До завтра. Этим вечером с вами были Наталья Змака. И Андрей Крылов. До встречи. До завтра. Всех вам благ. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин